сегодня в нанято необычный собес смесь классического кейса и data science от беседжи гамма особенность такой интервью в том что кандидат должен шарить и в технической части мл и в бизнесовых целях и причинно-следственных связях что это такое я конечно за пять минут не расскажу но оставлю ссылку на статью с подробным рассказом ссылка будет в описании к видео впрочем многое станет понятно по ходу дела а что останется непонятным спросите в комментариях я с радостью отвечу на то они нужны эти комментарии и конечно не забудьте подписаться жамкнуть колокольчик и поставить лайк если шоу вам понравилось меня зовут виктор угленко и вы на канале с поехали добрый день меня зовут геннадий финин спасибо что пришел на интервью предлагаю построить наше интервью следующим образом она у нас займет всего порядка ну около часа плюс-минус сначала мы представимся наверное я начну после этого поговорим про один из твоих проектов либо там твой любимый проект либо последний либо которым ты гордишься тут уж что-то выберешь и после этого минутам на 20-30 у нас будет кейс бизнес-задача перри на пересечении бизнеса машин ленинга немного наверное еще оперейшен решили затронем если пойдет туда и в конце у тебя будет возможность задать мне вопросы да отлично отлично да тогда я начну меня зовут геннадий федин я в беседжи гамма уже работаю практически три года через недельку через две недели будет три года биседжи в основном занимался задачами связанными с авиалиниями с туризмом различные оптимизационные задачи для нескольких европейских американских авиалиний также делал кейсы связанные с промо оптимизации как для ритейлера то есть которые у нас магазины под домом так и для поставщиков в том числе анализ исторических промо что хорошо отработало что про плохо так и делали автоматические инструменты для формирования промо планирования в будущее то есть сказать какой у нас должен быть оптимальный промо план через там три месяца на несколько месяцев еще вперед допись и джи работал как работал в основном учился работал в университете в школу экономики там закончил магистратуру аспирантуру преподавал и вот где там на втором третьем курсе аспирантуры решил уже пойти в беседжи гамма прикладывать свои знания сама гамма у нас ей на самом деле не немногим больше чем три года это международное там подразделение беседжей там порядка тысяч человек работают интересно то что если там отличие от классического консалтинга в москве у нас международный стаффинг то есть проекты мы часто можем выполнять в любой точке мира сейчас конечно удаленно но раньше как особенность не только страны близкие к россии да 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 но в америку чуть сложнее потому что он нужен особый тип рабочей визы но и принципе делают если твоя экспертиза отлично подходит над кейс но я думаю раньше только на снг но вот биседжи возможно то есть классическим консультантом чуть сложнее попасть какой-то амстердам осло или еще что но для гаммы так как у нас центральный класс стаффинг то есть те кто решает куда-то поедешь он глобальный не локальный то большое количество зарубежных проектов тверк если можешь представить приятно познакомиться меня зовут виталий цветков ночи наверно по хронологии так более стройное повествование первое мое образование бакалуриат инженерный получал там было больше связано с проектированием микросхем такими вот техническими штуками потом чуть-чуть решил изменить вектор своего скажем так карьерного развития пошел в магистратуру уже на внедрение эти системы но там были в основном такие но рассказывали там про коробочные решения вроде там саба и других ярпишек вот соответственно первая стажировка у меня была лаборатории касперского где я работал веб-аналитиком на порт тайме потом у меня немного так повелел скажем так разным возможностям пошел еще в эрстен янг нам богу дойти аудитором отработал к слову там не совсем получил то что ожидал потом пошел в данон на как раз киев во внутренний департамент который занимается внедрением сапа и таких штук там строил и теле систему по переносу данных из каких-то исторических систем краски в саб в основном там на сквеле писал и такими вот тоже штуками рядом с данными занимался вот ну и наконец текущее место работы это сбербанк соответственно туда я первое место где я так скажем уже вошел более серьезно в data science там я работаю именно в бизнес команде по операционным риском внутри сети продаж то есть именно занимаюсь тем что ну наша команда минимизирует какие-то убытки и ущерб которые банк может получить там от внутреннего фрода от ошибок и похожих вещей вот могу более подробно наверное про кита проект который именно да давай расскажи про какой-нибудь свой любимый проект да ну как пример могу вот из последнего что мы сейчас внедряем у нас краски идет пилот это модель по предиктивному выявлению фальсификации бизнес-плана сотрудниками мы это называем пустые продажи то есть когда сотрудники навязывают клиентам продукты которые они ну которые возможно не нужны а они скорее хотят получить как бы большую премию там каким-то причинам вот соответственно наши наши модели там берем много фичей которые у нас из разных из разных отделов банка к нам попадают как-то пытаемся отобрать из них все которые наиболее влияют на именно этот бизнес-процесс по обслуживанию клиентов там по навязыванию продуктов ненужных и выбираем те которые ну в идеальной картине мира те которые мы мы как вот бизнес подразделение можем повлиять непосредственно то есть сказав там либо самому сотруднику либо его руководителю чтобы они могли по как-то оптимизировать его поведение в дальнейшем то есть там может быть он слишком много времени там тратить на какие-то находите в операции может быть какие-то продукции у него хуже идут и лучше и так далее вот ну сразу скажу что это вот в идеальном мире так происходит на самом деле у нас больше сейчас на каких-то статических фичах это построено то есть как бы мы хорошо хорошая ранжирующая способность модели но с интерпретацией пока не так все гладко то есть что вы ранжируете ну и самих сотрудников то есть у нас есть там какое-то количество вот продающих должностей по всей россии и у нас по сути есть рейтинг их от наиболее рисковых к не менее рисковым допустим мы выделяем по бакетам там самый красный самый рисковый бакет на них мы как бы обращаем больше внимания там даем им какой-то тип задач либо им либо и его руководителю есть менее рисковые с которыми в принципе говорим что окей лучше будем светачивать ресурс как бы вот наших сотрудников на более вероятных риск заключается в том что они продают не то что нужно клиентам ну да 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 как пример то есть не знаю там клиент приходит в отделение не знаю там перевести деньги со вклада там на какой-нибудь другой счет ему при этом начинают там какую-то и страховку впаривать не впаривать и в итоге ну не знаю страховка может быть плохой пример потому что страховка в принципе нужна людям как правило да но может быть там какие-то продукты которыми там не знаю какой-то пожилой человек вообще никогда не воспользовались интернет-сервисы или что-нибудь там сбербанк онлайн подключить ему это не нужно будет вот ну соответственно могу еще описать какие-то более такие мелкие задачи можешь наверно тогда писать какая была команда какая твоя роль команде вот в этом проекте да ну смотри у нас как структура есть непосредственно вот наша бизнес команда мы пытаемся это вот внедрить там бизнес процессы как-то подружить с тем что уже у нас есть в банки что задачи которые там ставятся сотрудников как-то их меняют их поведение есть вот отдел ребят которые непосредственно занимаются модели занимаются моделированием этих алгоритмов там каких-то продиктивных моделей вот соответственно мы выступаем как бизнес заказчик и конкретно моя роль это я лидирую именно то что эта модель ли к нам придет и пойму полностью как она работает что там верифицирую как-то ее результат что результатом действительно можно доверять скорингом и непосредственно бизнес-процесс чтобы она зашла как бы и был какой-то ощутимый результат ну либо эффекта бы не было то есть нам как-то протестировать это все естественно на практике как тестируете ну вот сейчас у нас на примере этого кейса с пустыми продажами идет разделение на то есть мы выбираем там какой-то пул сотрудников пусть там будет 20 тысяч у нас есть допустим верхушкам по модели самые опасные 4000 там потом менее опасные 4000 но я так цифру из потолка беру вот и ну то есть так идет скоринг их и допустим мы вот из этой первого первой группы первого бакета самых там рисковых людей берем рандомных перемешиваем две группы то есть такой об это сделаем ставим на одну группу задачи на другую группу не ставим ну соответственно также с другой нижней группы просто ставим другой тип задач то есть сравниваем эффект от разного типа воздействия вот ну и соответственно на остальных сотрудников мы с ними ничего не делаем и замеряем именно эффект на а по моему есть еще третья группа где просто на рандомных сотрудников мы ставим какие-то задачи и ну соответственно столик ничего не ставим и как эффект мерить и что под эффектом ну эффект в идеале как бы он должен состоять в том что доля пустых продаж вот у именно с сотрудников на которые мы поставили задачи в следующем месяце она уменьшается ну то есть сотрудник меньше начинает вроде там навязывать не то что нужно и так далее а за счет чего то есть вы ему какие-то дополнительные целевые задачи ставить или за счет чего он будет меньше ну у нас есть пока что ли гипотезы мы их еще не подтвердили на практике то есть это как бы проект в разработке то есть и сотрудника то есть мы либо ему напрямую через там систему который вот руководство как бы ставит какие-то задачи там срочные не срочные сотрудник или его руководству прилетают ему вот эти вот задачки отклонения и он их как бы с ними ознакомливается пишет там свой комментарий если хочет типа там отработал не отработал почему и соответственно затем проходит какое-то время мы смотрим там сотрудников которые оставляли один тип комментариев как у них дела идут как и идет идут дела у тех кто просто проигнорировал это ну соответственно можно раскручивать как-то с точки зрения бизнеса там я думаю просто довольно большой есть вариант варианты того что можно делать и такое пространство скажем так воздействие просто 10 каких-то очень велико а модели ты получается получаешь от другого департамента конкретно эту модель то раньше было и так что я сам строил модели какие-то то есть допустим у нас была модель по ошибкам по кассовым просчетам я применял там тоже различные методы по нашим фичам строил тоже опять же скоринг сотрудников по от самых рисковых менее рисковым то есть использовал там вот то же самое градиентный бустинг lightgbm использовал там наш внутренний сберовский автоимейль когда он еще был сейчас возможно он сейчас вам точно уже такой более более продвинутой форме по моему даже на open source на гитхаб выложили и может то есть любой желающий воспользоваться вроде как и довольно неплохие кстати результаты показывает на каких-то там задачах которые с табличными данными связаны вот то есть использовал да такие решения тоже там мы приходили каким-то результатом тоже был некий эффект а какие пакет пакет какой софт использовал то есть какие объемы данных с чем их обрабатывал да ну смотри мой основной стек это питон конечно сами данные я у нас в торадате как правило хранятся плюс там есть наши собственные аэски то он тоже там на базе scale в которых там эти различные метрики агрегируются приходят к нам в итоге получается такое что на питоне вот да как я сказал с lightgbm там с подключением к торадате выкачиваем таблицы из разных разных мест и соответственно скорим за вот какое там на текущий там на следующий месяц на какие-то разные периоды ну и скажем так у нас нет пока что продвинутого такого пайплайна что там с помощью какого-нибудь airflow там что была оркестрация всякие такие фэнси штуки вот объем данных какой то есть там просто бетонный либо какой-то пай спарк спарк ну не знаю к счастью к сожалению пай спарка у нас нет то есть у нас позволяет объемы сотрудник ну фичи когда они уже сагрегированы в торадате они не занимают такой большой встреча generation идет в торадате потом уже выкачивается да 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 можно сказать фич генерация фичей там в торадате на разных таблицах агрегации там сразу хроней допустим есть очень большая таблица по каким-то там транзакционным данным по низи годам и прочему но к нам в итоговое представление она уже приходит в виде агрегированных фичей там допустим среднее там медианное значение там за месяц за последние шесть месяцев то есть на различных таких периодах в итоге да там объем данных бывает сто с чем-то тысяч сотрудников там и в максимум 200 фичей в месяц иногда у нас некоторые модели там и еженедельные есть по ним примерно такие же наверное объемы там и просто чуть-чуть хуже да с этим с этими пайплайнами которые еженедельно запускаются знакомым поэтому не супер большие то есть у нас как бы в банке есть ходу есть там лаборатория данных из которых тоже хранится я так понимаю очень большой ну можно сказать даталейк большая помойка скидывают и какая-то часть этих фичей я подозреваю они как раз из ходуков тоже втородат приходит преобразовывается то есть там уже по сути разные агрегаты таблиц просто транзакции из них берут сделать что-то а вот в той моделях ранжирования рискованных сотрудников какие там целевые функции или там на что смотрится хорошая модель да ну как бы самая такая для нас понятны как для бизнес департамента это f1 меры и различные и части то есть мы допустим построили какую-то модель у которой уже есть хорошая аранжирующая способность там на примере рок аук ну то есть что в целом модель хорошо может поменять с хорошей вероятностью сотрудников в целом вскоре но нам нужно выбрать допустим хороший порог по тем сотрудникам которым мы будем какие-то вот уже явные действия совершать и по сути просто подбором порога мы выбираем там оптимальные для нас отношения пресижен рекола то есть строится кривая там пресижен реколы и обсуждаем вместе с заказчиками да получается вы что предсказывает вообще модель кроме ранка то есть она предсказывает какой-то видимо вероятность на целевая целевая переменная это по сути вероятность что доля пустых продаж там будет вот больше какого-то критического значения которые мы там определили в начале исходя из того насколько там это вот общая популяция сотрудников разделяется хорошо то есть у вас некоторая можно сказать кластеризация сотрудников происходит да да сегментация да то есть есть сегмент красных сотрудников как мы их там называем желтых и зеленых в разных моделях по-разному происходит но как правило задачи такие скоринг сегментации а если модель уже впрод выкатывается это кто-то отдельно поддерживает когда у нас у нас есть ну может так сказать команда дата инженеров дата аналитиков которым ну собственно вот я допустим собрал модель собрал там все все источники данных откуда она забирает там допустим есть какие-то данные которые не лежат в общей банковской песочнице а только у нас там я эти все процедуры тел подбил там в один питон скрипт ну там сделал там удобнее чтобы это читалось разные функции и так далее вот протестировал что это все работает и отдаю как бы на поддержку ребятам аналитикам которые у нас сидят конкретно рядом с нами а ну в общем наш сказать подразделение в подчинении только находится вот они по сути каждый месяц запускают эту модель какие-то скоринги по ним появляются если там появляются какие-то вопросы там или может быть доработки нужны для модели то собственно снова мы модели возвращаемся дорабатываем ее отправляем ребятам они и вот запускают джабы какие-то делают и так далее а и тель на чем ты пишешь питание там pandas используется или что-то да 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 конечно pandas это для меня этого пандос наверно самый такой удобный вообще библиотека по которой можно такие табличные данные там пошерстить пообследовать так далее но изначально конечно я искать какой-то зашиваю там подключаясь там это connection стрингом к торадате все это забирается мне в пандус если там нужно какие-то еще преобразование чтобы именно фичер инжиниринг чтобы там в модель как-то может быть нормализовать фичи там отскелить их это уже да внутри питона там на пандусе нам по идее а почему ты хочешь именно в дата сайенс то есть пойти и продолжить развиваться на какой-нибудь просто больше бизнесовую аналитику хороший вопрос я так думаю что лично мое такое меру ощущения что дата сайенс как бы можно делать интересные штуки по сравнению с но я не хочу преуменьшать там какие-то именно людей которые там бизнес-аналитика занимается но я просто на своей шкоре иском так чуть испробовал в той же магистратуре когда я там был в даноне в в рстн янге чем скажем так когда они не напрямую писал кода больше так пытался анализировать какие-то процессы и скажем так больше именно общаться с с людьми там с с какими-то сотрудниками специалистами разработчиками опять же о том как там что-то лучше внедрить и понял что мне не знаю может по складу моего характера интереснее как бы самому закапываться в данные находить какие-то инсайты их там разворачивать делать на них модель которые потом дают какой-то импакт ну то есть для меня последние годы дата сайенс даже стал более осязаемым скажем так чем такие области как там системный или бизнес-аналитик то есть я понимаю что это как бы тоже важно без этого никуда но конкретно в моем скажем так мозгу дата сайенс то есть изначально чем у меня привлек я прям почувствовал какую-то не знаю какую-то магию от того что у тебя просто есть данные ты их там скармливаешь машине и она тебе предсказывает новые данные то есть для меня просто был какой-то вау-эффект который возможно до сих пор длится вот эти вот а ты получается ему сам учился уже там работе ильба да да я я выходит изначально на просто находил какие-то там даже entry-level курсы там по питону по обработке данных где там какое-то начальное представление получал затем пытался какие-то подпроекты реализовывать а может быть даже на курсере там каких-то похожих курсах и вот так по сути и находил первую работу в дат сайенс то есть там у меня по стоке из данного уходил как разки были офферы там почему-то но именно банки больше заинтересовались меня был там оффер в один банк и вот соответственно так выбрал и затем уже когда ну уже пощупал это более близко то есть поработал с этим именно в привязке к каким-то бизнес-процессам к реальным там импетам который это совершает я понял что нужно еще самосовершенствоваться как бы того что там на каких-то открытых курсах получил конечно круто но возможно недостаточно соответственно я в прошлом году сдавал еще экзамены в академии мэйд от mail.ru группы такая ну я думаю развитие mail сферы или у них раньше было или что-то новое ну я не знаю я знаю там просто mail.ru очень много образовательных проектов различных платных бесплатных вот это можно охарактеризовать как такой аналог шада но может быть не такой я в шаде просто не учился не могу доподлинно сказать но в шаде скорее такое больше научные такое академических больше таких тем разбирается вот в мэйде такой более прикладные есть предметы например вот у нас был там мэль в проде тот же самый там где мы докер кубернетос там изучали ну естественно никуда без таких основных тем как нлп север даже там мэль на графах немного затронули то есть расширял свой кругозор в области машинного обучения и все же с ним связано к слову я сейчас коротки учусь там то есть два семестра прошло и 3 вот будет осенью как раз завершающий как ты себя представляешь работу от себя в роли дата санчистами сиджи гамма какие ты думаешь за задачи как вообще проекты выглядят ну я так понимаю что чем отличается ds в такой консалтинговой фирме от ds кто просто какой-то продуктовый или там ну просто в индустрии работает это тем что в консалтинге у тебя скорее всего будет возможность как бы поработать не только над одним типом задач но наверное более широко посмотреть на то что вообще можно делать то есть может быть где-то там поработать с табличными данными какие-то там ранжирующие модели строить рекомендационные системы но также можно на каких других других проектов там и может быть какой-то сойти какими-то компаниями поработать или там в различных секторах экономики скажем так то есть нефтегаз там транспортные и так далее как более может задачи но я так понимаю связано с тем чтобы с клиентом скажем так сначала как-то установить вообще чего клиент хочет как бы собрать бизнес требования и потом непосредственно уже строить модели которые скажем так оптимизируют какие-то узкие горлышки наверно в процессах в этих соответственно клиентских процессах где как я так понимаю вы работаете в тесном тесном связи с консультантами которые именно в деньгах это наверно все хорошо могут обсчитать и понять где лучше там применить мл где где хуже подходит на бывает хорошо двойная перейдем кейсом кейс у нас в связан с авиалиниями к нам обратилась европейский европейская авиакомпания занимается допустим предположим только авиаперевозками пассажиров тут груз перевозки не затрагиваем они увидели что за последние годы у них сильно взросли non-performance cost то есть издержки связаны не связаны с осуществлением самый самих перелетов то есть это издержки кроме кроме издержек на само топливо потому что основные строчка издержек для компании то есть из топлива здесь мы говорим про все остальное почти все остальное то есть операционные какие-то до возросли они посмотрели что проблема в том что у них там уже стал он time performance то есть у них больше задержек рейсов там позвали нашу команду посмотрели и поняли что а нам нужно было бы хорошо если бы мы могли прогнозировать задержку рейсов вот как бы ты подошел к этой задачи на прогнозирование от задержки рейсов окей да то есть видно что есть какая-то проблема с тем что видимо теряются это деньги до теряются есть какой-то упадок в метриках ну наверное первое что надо начать это проговорить конкретно какую метрику нам нужно оптимизировать как бы улучшать то есть есть какие-то поэтому ну да да оптимизировать будем деньги ну либо минимизировать вот эти вот издержки связанные с задержками как ты думаешь какие за счет чего я компания теряет деньги когда рейсы задерживаются да то есть потери денег ну как мне кажется первое на что обратить внимание это когда мы простаивают самолет то есть никуда не летят соответственно меньше вообще вот итоговое количество рейсов совершается в компании без какие-то рейсы могут быть отменены соответственно наверное могут пассажиры забрать деньги обратно то есть как это связано с задержками то есть вот задержали какой-нибудь самолет на но он приземлился на полчаса позже чем ожидали как вот в этом случае за счет человек компания теряет деньги ну я так понимаю что и если сейчас подумаю если 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 какой-то самолет позже приземлился возможно там был слот для другого самолета когда он должен был тоже летать он тоже задерживаются такая накладывается а жарко выходит что у нас и в итоге в конце этой реакции там могут быть потери в плане того что рейсы в итоге может быть отменяться какие-то например последний рейс у нас там получилось и задержки что приземляется после уже того как аэропорт закрылся соответственно его нужно отменять этому аэропорту закрываются то есть некоторые аэропорты до закрываются ночью соответственно там очень важно чтобы ты успел приземлиться до того как он закроется но давай это скажем так когда он пропагейт делай это уже можно сказать и издержки связаны задержкой последнего рейса например а вот если просто в середине дня где-то задержался самолет вот какие именно задержки связаны вот конкретно вот с этим вот рейсом ну возможно не на что не 1 в голову приходит как человеку который как бы не глубоко в области перевозок но вот как на страны клиента до страны клиента я бы подумал что возможно у меня была какая-то важная встреча там в городе там я лечу лондон нью-йорк у меня там встречи с инвесторами которые мой стартап финансирует и они меня не дождались уехали в итоге остался без денег я могу засудить эту авиакомпанию с тем что там были такие планы грандиозные и они пошли вот вряд ли выиграть суд получится из то что авиакомпания сдержала на 30 минут но как формализовать возможно то что ты недоволен то что рейс репутационные наверно это но в деньги можно перевести в деньги хороший вопрос а ну возможно мы как бы ну складывается плохое впечатление о нашей именно компании и у нас удержание клиентов выходит становится грубо говоря мы теряем клиентов уже привлеченных то есть это по сути наша метрика удержания какого-то клиентов наших там может быть какие-то active users я не знаю как это точно называется в транспортном транспортной индустрии но вот например если бы это была речь каком-то там интернет сайте там это был у нас метрика там daily active users который нам очень важно да которые каждый каждый день там грубо говоря у нас какое-то число и потом она увидим что он упадет а тут возможно просто количество пассажиров которые которые летают нашими авиалиниями она снижается со временем соответственно нам наверное нужно ну то есть выходит что отток происходит отток пассажиров как нам его в деньги примерно там не очень много просто какая может быть идея применена что перевести вот этот отток пассажиров из-за того что у них некоторый дискомфорт был в деньги да окей ну по сути у нас наверное есть какая-то средняя стоимость одного билета которые летают люди и если у нас там грубо говоря на на 10 процентов меньше пассажиров там не знаю там year to year стала то можно наверно среднюю самый простой наверно умножать на среднюю стоимость билета на как ты узнаешь что у тебя стало на 10 процентов меньше ну мы же собираем его наверное данные о том сколько у нас пассажиров там летит в одну дату сколько пассажиров тебе другую дату то есть такие вот вещи посмотреть ну как бы да наверно тут еще нужно было начать с того что ну да какую метрику оптимизируем также и данные на вообще доступны да вот данные ну принципе все об операциях авиакомпании там в том числе то есть мы не ограничены по сути все что можем придумать там да ну да ты называй я буду говорить можно да ну например у нас есть же данные там про количество пассажиров да ну мне возможно очень понятен вопрос про про то что откуда мы знаем почему у нас стало меньше пассажиров но мы знаем но как можно понять что количество меньше пассажиров стало потому что у нас к вид случился ли потому что вот этот самолет на 30 минут задержали да 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 это хороший вопрос то есть нам нужно отделять именно причину того что пошли именно потери у нас в результате того, что самолет задержался, либо в результате того, что каких-то внешних еще причин. Ну, я не знаю, насколько уместно это в авиаперевозках, но мы можем, наверное, будет не очень, опять же, на наши хорошо метрики, там, текущие. Топ-менеджер нам, грубо говоря, не одобрит, но мы можем провести такой тест, что задерживать какие-то самолеты и пускать их там с задержкой и отправлять нормально, и потом померить. А, ну хотя, да, тут. Да, и смотреть именно на тех наших пользователей, тех пассажиров, которые летели с задержанными рейсами, насколько они к нам хорошо возвращаются. На самом деле правильно, только нам не нужно делать этот эксперимент, у нас же есть исторические данные, и у нас в компании есть программы лояльности, поэтому они могут отследить там, вот в прошлом году этого человека задержали на 30 минут, насколько реже он стал с нами летать в следующем году. Да, да, точно, я как бы к этому более сложным этим подошел. То есть, в принципе, мы, да, можем оценить вот эти вот потери от дискомфорта пассажиров, просто понять, насколько реже у нас пассажиры начинают с нами летать, если мы их задерживаем. В том числе, там, смотреть можно бизнес пассажиров отдельно, потому что у них слишком другие цены, билеты и так далее. Да, хорошо, мы поняли, что одна компонента вот этих издержек — это у нас дискомфорт пассажиров, который мы, в принципе, поняли, как можно теоретически оценить. А что-нибудь еще в этих издержках будет? Да, то есть, так как мы клиентская компания, да, мне кажется, первостепенно у нас именно пассажирские какие-то, что у нас уменьшаются клиенты, также можно посмотреть на метрики, которые касаются, наверное, какие менее значительные. Например, у нас больше, ну, наш персонал, наверное, работает больше, там, обслуживающий какой-то персонал, который, там, обслуживает, или это совсем незначительно? Ну, нет, это значительно, поэтому давай здесь пока сами просто про пассажиров только поговорим. А, только про пассажиров? То есть, про персонал там больше как бы накапливаются, они будут зависеть от многих рейсов, если там один рейс делался, наверное, ничего, если несколько, то уже там переработки оплачивать, зависит от определенных рамок, потому что у них смены. То есть, от одного рейса пассажиров, ну, наверное, можно не учитывать. окей, да, именно пассажирские ну, как я вначале говорил, репутационные есть какие-то издержки? да, вот репутационные мы, в принципе, уже тут оценили а, да, то есть что еще именно касаемо пассажиров и может существенно повлиять на наши на нашу ревень, да, на нашу какую-то прибыль так, надо подумать ну, вот ты, пассажир, тебя задержали, если ты никуда дальше не летишь, то это, в принципе ну, без разницы, а, я понял намек если у тебя есть пересадка, да, на потом другой рейс или там на другую ну, возьмем, допустим, да, очень часто кейс в авиаперевозках, когда тебе нужно в какую-то там далекую страну улететь, у тебя нет прямого рейса, ты там или, допустим, более дешево взял билет из, там, какого-нибудь Стокголема сначала в Рим, потом там в Рио-де-Жанейро или как-то так, и ты опоздал на вот этот вот свой перелет из Рима в Рио-де-Жанейро соответственно, ну, ты понимаешь, что ты опаздываешь ты возвращаешь, как бы, билеты ну, или как-то, ну, скорее не возвращаешься авиакомпания должна обеспечить перелет потому что у него купил контракт с привозкой из, там, Стокгольма в Рио-де-Жанейро они тебе должны обеспечить да, с юридической, да, стороны, если это так в итоге, да, то есть авиакомпания два раза платит за перевозку одного пассажира, то есть как бы удваиваются тоже косты да, она должна либо покупать билеты у конкурентов либо договариваться со своим альянсом там, если, например, Sky Team Альянс вот, то есть это увеличение, как это можно назвать просто издержки на выполнение пересадок или, там, те, кто потерял пересадок увеличение вынужденных пересадок как это назовем например, да, то есть это основные, да если у нас уже задержка большая там в Европе больше трех часов, по-моему то есть такие евро-клеймс там можно до 300 долларов евро с авиакомпании потребовать но это если уже задержка, там, от трех часов вот, то есть мы поняли, что, в принципе да, вот это вот у нас издержки да, хорошо, что мы про них поговорили они, скорее всего, попозже пригодятся но первоначально у нас задача была просто там чуть поменьше как нам прогнозировать вообще задержки то есть вот именно задержки там в минутах да, тут, я думаю, важно вернуться к данным которые у нас вообще могут быть как бы собраны ну, там, расписание авиакомпаний фактическое, планируемое за последние пять лет в том числе конкурентов ну, и какие-то данные там уже дальше спрашивай посмотрим доступно да, то есть какая у нас есть дата то есть какие-то расписания этих рейсов да соответственно, у нас есть я так понимаю, в каждом ну, расписание, то есть там все временные фичи, то есть когда когда самолет во сколько приземлился, во сколько там припарковался во сколько, не знаю, что-то да, планируемое там, schedule, actual да, то есть есть такие вещи я думаю, как бы тут можем сделать что-то вроде ну, наверное, нужно еще поговорить про фичи которые у нас есть то есть у нас есть вот все, что связано со временем во сколько там вылетел наверное, у нас есть данные там о самих там, о самом этом авиаперевозчике то есть какие-то, может быть микро-макро там фичи конкретно того не знаю сколько у него вообще в среднем улетает рейсов в день сколько сколько, не знаю, у него там какие у него самолеты какая вместимость только сколько пассажиров ну, про самолеты, да, тоже знаем в принципе, какой был самолет какие сколько пассажиров на рейсе там, где-то, конечно, для себя мы знаем точно для конкурентов там примерно про самолеты, то есть их вместимость модель, вместимость ну, и предположим, пока что для простоты то, что наш клиент мы сейчас делаем пилот только на одном типе самолетов то есть нас интересует например, Boeing 737-800 да, окей то есть на одном типе самолетов возможно, у нас есть данные про аэропорт про сам ну, у нас много аэропортов да, у нас есть про них то, что аэропорт здесь расположен да, ну, тут нужно, наверное, собрать максимально возможную вообще информацию которую мы можем достать то есть про про то, что у нас с аэропортом, с самолетом может быть про сам а как понять, нам нужна какая-то информация или нет потому что там понятное дело, что информацию мы можем достичь, ну, достать Но часто это либо время, либо деньги, либо и то, и другое. То есть мы решаем, посадить нам этого аналитика, не знаю, неделю вот эти вот данные, преобразовывать к нужному формату или нет. Да, это хороший вопрос про ценность вообще данных, того, что мы можем, не можем достать. Наверное, тут можно делать какой-то… Ну, представьте, что у нас вообще сейчас никакого этого типа данных вообще нет. Стоит ли нам вообще начинать собирать, тратить ли на это ресурсы. Тут, собственно, нужно, наверное, допустим, построить какую-то бейзлайн, наверное, модель изначально вообще. Исходя там из минимального набора данных, то есть что вот у нас по вот хотя бы временным каким-то промежуткам, там какое-то вот предсказание там временного ряда, грубо говоря, да, с тем, вовремя полетел или нет, там, бинарной классификации сделать с самолетом. Посмотреть, какое вообще качество выдает на этом. Да, кстати, я забыл спросить, возможно, у авиакомпании уже есть какая-то своя модель, может быть, не ML, а какая-то экспертная, там, которая пытается тоже это прогнозировать, исходя из каких-то факторов, может быть, есть какое-то качество? Или мы как бы с белого листа начинаем? Нет, есть эксперты, которые там по 40 лет работают в этой авиакомпании, как-то делают расписание, в принципе, с ними можно советоваться, там, что они используют, но там какой-то формализованные модели, либо метрики качеств их преддикта нет. А, то есть мы как бы с нуля вообще придумываем, можно сказать. Ну да, да, то есть там до этого не нужно было. Окей, да, я понял. Ну тогда да, мое предложение — это вот построить сначала модель, бейзлайн-модель, посмотреть, чеку на нее качество получается. Можем ли мы вообще как-то это прогнозировать, то есть есть ли какое-то удовлетворительное качество, допустим, там, 70% рейсов мы предсказали верно. Так, у нас данные, получается, расписание, там, самолет, аэропорт. Да, мы с ним и, да, про аэропорт что-нибудь. Что-нибудь еще вот такое вот важное для самолетов здесь есть? Да, я подумаю, что здесь есть? Возможно, какие-то, не знаю, макроэкономические показатели мы тут соберем, то есть что там… Ну для задержки конкретного рейса вряд ли… Ну, наверное, да, это не такое было. Где рейсы все-таки это операционные… Из кушки по воробьям уже, да, начинается? Да, да, да. Вот такое вот, что именно влияет на самолеты сильно. Так, ну, все, что касается самолетов, как бы у нас есть, все, что касается аэропортов и какую-то еще, возможно, погоду. Да, да, погоду, ну, потому что, как ни крути от погоды, погода может очень сильно задержать любые рейсы много где. Вот, ну, допустим, этих фичей, в принципе, для нам достаточно. А что ты будешь предсказывать? Да, ну, как я вначале сказал по бейслайн-модели, что у нас есть временной ряд там, ну, может быть, это не такой классический временной ряд, то есть у нас самолеты не стартуют там с одинаковым промежутком времени, там, то есть не каждые 30 минут стартуют, а у нас, как бы, да, есть таймстэмп, в который самолет вылетел, и, допустим, есть фича, опоздал он или нет. Ну, плюс к этому, то есть это, как бы, самый простейший вариант, это просто бинарную классификацию, наверное, делать, что полетел он вообще или нет в правильное время, плюс к этому можно, как бы, регрессию сделать на счет того, что, насколько он опоздает. То есть давай, наверное, регрессию, какая у него задержка была, то есть в минутах. А, ну да, то есть прогнозируем. Да, вот сейчас задержка рейса. То есть это целевая, как бы, переменная? Да, именно задержка данного самолета есть, чтобы мы могли прогнозировать. Потому что в итоге там при оптимизации хочется знать, насколько он задерживается, насколько это будет нам стоить. Потому что, например, при расчете твоих, ну, вот этих, то, что мы выделили, как издержки, там же как раз для пассажира, наверное, тоже важно, в том числе и с точки зрения репутации авиакомпании, это задержка на 5 минут или на 40 минут. А, согласен, да. Нам, естественно, нужно... И для пересадок тоже, как бы, понять, человек теряет пересадку, либо нет. Вот, да, давай прогнозируем вот задержку в минутах самолета. А как ты считал эту переменную? То есть какую бы формула просто простую? Напиши, как ты будешь считать задержку для наисторических данных? Ну, по сути, это план минус факт какой-то, да? Давай запишем, да. То есть в итоге у нас план минус фактический, как бы, это наш таргет, да? Да. И ты будешь таргет этот обучать. Да, по сути так. То есть у нас будет... А, ну, уходит, что они, как бы, в минусе будут. Ну, тут можем, как бы, взять модуль. Ну, либо факт минус план, да. Да, факт минус план. То есть это время. Да, вот так вот. Время в минутах. Ну, соответственно, да, у нас, то есть классическая задача, как бы, на табличных данных рассчитать наиболее хорошую. Ну, то есть с наименьшей ошибкой, минимизируя вот этот вот план минус факт. А есть ли смысл как-то поменять эту переменную, чтобы лучше ее предсказывать? Да, да, я как раз хотел бы поговорить. Как бы, да. Зависит от того, какой у нас тип модели будет, то есть какие мы... Нет, давай еще до типа модели. Вот исторические данные. Когда мы считаем вот колонку нашу таргет, там понятно, да, что самое первое, что хочется делать, это просто там посмотреть, во сколько фактически самолет прилетел, вычислить, сколько он должен был и сказать, что вот это вот задержка конкретно этого рейса. Но как-то, по-моему... Ну, это то, что наиболее понятно бизнесу и наиболее как-то понятно... Да, да, но как ты, по-моему, уже упомянул, то, что если у нас там задержали один рейс, у нас в конце может все это повлиять на остальные рейсы. И если мы не уберем вот это вот влияние из нашего таргета, то мы, получается, скорее всего будем предсказывать какой-то шум, если мы не будем знать что-то про предыдущий рейс. Как нам споректировать таргет, чтобы только задержку именно нашего рейса учесть? Видимо, он тогда должен учитывать какую-то вот эту вот накопившуюся от предыдущих итоговых вылетов тоже ошибку, чтобы отделить именно свою от чужого. То есть тут какой-то, видимо, да, нужную математическую формулу, которая будет учитывать предыдущие... Ну, не формулу, скажу, там, что тут надо добавить либо вычесть, чтобы вот это вот скорректировать. А, ну, у нас есть просто кумулятивная, допустим, накопленная ошибка, да, за предыдущие. То есть там минус... Cumulative там какой-нибудь error, да, как-то так мы его назовем. Соответственно, да, будет факт минус план и минус та ошибка, которая у нас накоплена из предыдущих. Ну, это просто разница времени прибытия предыдущего рейса с планированием времени предыдущего рейса. По сути, опоздание предыдущего рейса. А, то есть это лак таргета предыдущего... Нет, не лак, это... То есть если мы задержали первый рейс, и он все предыдущие задержал, то реальной задержки предыдущих рейсов будет ноль. Да, понятно. Но каждый из них нам надо будет корректировать на то, что первый рейс, а это именно вот этот вот план минус факт предыдущего рейса. Да, я понял тебя. Ну, в общем, нам нужно сохранить эту переменную в... Ну, где-то, да. Да, то есть предположим, что мы вот считаем вот этот вот таргет, какие модели применял, на что смотрел. Да, ну, соответственно, так как у нас данный табличный... Ну, а, я забыл, наверное, спросить, какой объем, наверное, у нас данный будет, то есть в... Ну, пандус потянет там за пять лет расписание, они там довольно... Ну, одного, учитывая, что у нас один тип самолета пока что, да, и там одна авиакомпания, то, да, наверное, не супермного. Нет, мы можем использовать данные также о рейсах других авиакомпаний, на других типах самолетов, но смотреть... Окей, ну, то есть там порядок данных, которые влезают в операционную... Да, 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 в оперативную память влезают. А, ну, значит, самые там простые бейзлайн-модели мы можем там построить, там, на линейной регрессии, там, на... Чтобы посмотреть просто, если у нас мало фичей, там, какие-то, может быть, линейно даже зависимые от нашего таргета, если есть, то можем там строить, самое простое, это линейно-регрессию, там, потом переходить к более сложным, там, ансамблевым, то есть, допустим, из коробки, возможно, просто хорошо заработает, там, рандом форест, и для такого более уже продвинутого варианта, когда мы хотим понастраивать, там, починить гиперпараметры, то будем градиентный бустинг использовать, допустим, так. Возможно, там, так как у нас, ну, какие-то более экзотические модели, я не знаю, стоит ли пробовать вообще, тратить на них время, может быть... Нет, давай пока на этих остановимся. А какие потери бы, то есть функцию потерь какую использовали? Да, ну, самое первое, что для этого напрашивается, так как у нас простая регрессия, мы можем как бы МСЕ какой-то, да, делать. То есть... модельки, то есть, и какой у нас, как мы, ЛОС, то есть, ну, наверное, МСЕ первое, что тут напрашивается, она самая такая тоже понятная, но тоже своими, наверное, может быть... А как МСЕ работает? Можно рассказать? Ну, это, по сути, то, что мы запредиктили, минус фактическое значение, как бы, в квадрате, это, типа, наша выходит ЛОС-функция. Ну, ее плюс в том, что она дифференцируемая, то есть ее можно вот методами градиентного спуска хорошо считать, отображать. Наверное, можно что-то еще более такое применимое к нашей задаче найти. То есть, есть там всякие, там, МАЕ, там, ВАПЕ, там, такие вот штуки. Не знаю, мы можем, на самом деле, посмотреть просто на разных... Как сказать, с разными ЛОС-функциями, насколько хорошо у нас это будет предсказываться, где там... А с точки зрения бизнеса нам как лучше потери смотреть, чтобы они квадратично оценивались или линейно? Ну, с точки зрения бизнеса, ему, ну, бизнесу будет, конечно, понятнее, когда мы, допустим, вот абсолютно, да, будем считать ошибку, то есть, что просто у нас был план, вот факт, и вот какая разница. Но бизнесу мы, наверное, будем... Ну, это то, что как бы для нашей модели используется, чтобы она сама лучше обучилась. Потом мы можем уже на основе ее ошибок бизнесу какую-то более понятную, наверное, метрику вывести, чтобы уже они это лучше поняли. Ну, то есть у МАСЕ плюсы в том, что она, как я сказал, дифференцируемая, минусы в том, что она сильно будет на этих, на каких-то отлайерах, да, выстреливать и давать, возможно, не то, что мы хотим. Соответственно, да, у МАИА таких, как раз, как она более с отлайерами, более приятно работать, но она не гладкая, то есть там с ней есть тоже... Может быть, обучаться модель будет быстрее и лучше на МСЕ. А как ты будешь мерить качество уже, вот, там, обучил какую-то модель? Ну, да, соответственно, да, тут важный момент, да, наверное, мы к нему уже перейдем, что надо как-то это валидировать, то есть у нас есть, и причем к этому довольно ответственно подойти, потому что, я так понимаю, у нас, не знаю, где написать, можем, наверное, что-то стереть. Все посмотрели уже, какая у нас задача и поняли. Да, то есть именно раздел по валидации. По сути, что у нас тут? У нас есть четкая временная компонента, то есть что мы во времени, мы там по предыдущим нашим рейсам, там, данным о них пытаемся предсказать наши будущие рейсы, соответственно, тут нужно сплитить, делать какую-то вот кросс-валидацию с учетом временной компоненты, то есть out of time делать валидацию. И, соответственно, это, наверное, главное, что надо обращать внимание. Плюс, может быть, разбивать не только по времени, но и, не знаю, по, может быть, каким-то типам, ну, а, у нас один тип самолета. Ну, допустим, если мы там на каких-то более большой выборке данных это смотрим, то разбивать не только по времени, но и там по самолетам типам, чтобы, грубо говоря, не обучалось на… чтобы у нас в трейне не было только одного каких-то… одних типов самолета, а в валидации они совершенно другие, соответственно, надо следить за тем, чтобы было этот… не было distribution shift, то есть распределения были как бы однородные на трейне, на тесте. А ты бы делал одну модель на там все аэропорты, все типы самолетов или там, может быть, разбить на несколько моделей? А, ну да, хороший, да, тоже поинт, что мы на самом деле возможно какие-то, да, если будем все сразу, все одним скопом как бы обучать, валидировать, то не учтем какие-то нюансы, да, конкретных типов самолета, конкретных типов вылетов, и, соответственно, да, мы можем как бы такое множественное тестирование устроить, то есть как бы по каждому… ну вот разделить на группы, да, опять же, там, допустим, типов наших там самолетов, не знаю, там, типов аэропортов, может быть, да, может быть там по географическому какому-то признаку делить, что там те самолеты, которые там улетают, грубо говоря, там в Америку, те, которые улетают, не знаю, там в Азию, вот как-то так их тоже разделить, то есть максимально такую вариативность проявить по… А как ты думаешь, для каких из этих моделей будет важнее, ну, теоретически полезнее разделить на несколько групп, а для каких, скорее всего, без разницы? Да, окей. Ну, как мне кажется, более, скажем так, модель, которая более всего чувствительна будет к, скажем так, фичам из разных распределений, это, естественно, линейная регрессия, потому что у нее более, скажем так, ну, она… в ее сути, в ее определении заложено предположение о, как бы, линейной зависимости от фичей, вот, и там они… все фичи должны быть, как бы, ну, в идеале, приходить из одного распределения, а в случае ансамблевых моделей, ну, в случае Random Forest, мне кажется, так как он… модель, которая просто из коробки хорошо работает, она, наверное, может как-то генерализироваться на всю выборку, потому что там рандомизированное происходит построение там деревьев, и, соответственно, они могут там на разных кусочках строиться там и давать… ну, если мы там какую-нибудь там тысячу деревьев сразу строим, там, или 10 тысяч деревьев, и, соответственно, может быть, у них будет более такой… ну, меньше смещенный будет результат прогноз. Вот, с градиентным бустингом вопрос, наверное, такой более дискуссионный, то есть, так как там… Он может, наверное, перерываться. Да, хорошо. Вопрос. Вот мы сгенерируем модель, она хорошо работает, предсказывает одно число, прогнозирует. Нам появилась идея, что нам надо предсказывать, на самом деле, не одно число, а какое-то распределение, потому что мы хотим там применить Монте-Карло-Симулейшн, нам нужно генерировать сценарий, и для этого нам бы хорошо иметь, чтобы наша модель предсказывала не одно число, а целое распределение того, как у нас, возможно, будет вести себя задержки. То есть, ты имеешь в виду нам таргет брать не просто… Да, предсказать вот распределение конкретно там послезавтра, как вот на этом рейсе, не знаю, Амстердам-Париж, какая у нас будет задержка прилета. Ну да, это хороший вопрос. То есть, нам нужно как-то, выходит, агрегировать много, да, много полетов в одном дне, и какое-то среднее выходит, да, считать? Ну, нам даже не среднее, не одно число, а как-то целое вот распределение, чтобы мы потом из него могли брать и генерить какие-то сценарии. Ну, это прям, да, интересный вопрос, на самом деле. Ну, просто быстрые идеи там, любая, любая несколько идей. Ну, мы можем строить, на самом деле, много моделей на разных, как сказать, на разных типах сэмплах и как бы выдавать их, то есть, как бы целый, много предложений, типа, а там этом среднем каком-то, средней задержке, в итоге у нас будет, да, какая-то там гистограммка с тем, что насколько… Как ты будешь генерировать много значений? Ну, по сути, это много моделек будут строиться. А, разные модели. Да, да, по разным моделикам на разных там подмножествах обученных краски, да. Да, хорошо. Например, так. Теперь, предположим, вот у нас есть вот тот модель, который там возвращает либо одно значение, либо там целое распределение. Как ты думаешь, как нам, имея вот эти вот данные, за день, там, либо несколько дней до осуществления полетов, применить их, чтобы уменьшить ожидаемые задержки? То есть, давай я сейчас чуть-чуть расскажу, как авиакомпания работает. Они за день до, то есть, они сегодня, на завтра, там, послезавтра, после-послезавтра делают планы, какой конкретный самолет будет выполнять какие рейсы. То есть, сами рейсы, они определяются там за полгода, либо даже больше. Вот, то есть, дата, что там в 15.35 из Шереметьево полетит самолет, не знаю, в Экстердам. Но то, какой самолет конкретно, какой борт будет выполнять этот рейс, потому что у них там, это, 50, да, ну, 50 одинаковых самолетов, допустим, у авиакомпании, она решает, что это вот конкретно вот этот борт будет выполнять вот этот рейс. Это решается примерно за день. Можно ли как-то вот на этом этапе, когда у нас уже определены конкретные, мы не можем менять время конкретных вылетов, определяя только самолетов, все самолеты одинакового типа. И, допустим, они все одинаковые, там, ну, то есть, технические особенности не будем учитывать, что какой-то может чуть быстрее лететь, какой-то медленнее, это опустим. Там, иногда, конечно, у меня компании специально догоняют в воздухе, если там пыжи вылетели. Можно ли вот на этом этапе, как-то зная ожидаемые задержки, сделать вот это вот назначение бортов на конкретные рейсы так, чтобы мы минимизировали задержки. А, ну, по сути, у нас, ты говоришь, ну, мы не берем характеристики самолетов, но у нас есть про каждый самолет какое-то предсказание о том, насколько он в среднем задерживается. Или мы это не берем? Самолет задерживается или… То есть, мы вот здесь вот что прогнозировали? Задержку чего? А, конкретного рейса, да. Конкретного рейса. То есть, было разделение, да, на рейс. Да, то есть, самолет, ну, самолеты все одинаковые. На тип самолета, то есть, мы не обращаем внимания. Да-да-да, тип самолета, вот у нас один тип самолета, он… Все они, допустим, летают одинаково. Возможно, я тоже не до конца понял. Мы из… Хоть у нас одинаковые самолеты, но нужно подобрать какой-то из этих самолетов, который полетел бы вот в это выбранное время, где у нас есть прогноз задержки на этот рейс, нам нужно как-то… Ну, у нас же все одинаковые самолеты. Да, все самолеты одинаковые, да. Но можно ли назначением именно рейсов на самолеты сделать так, чтобы у нас задержки ожидаемой были меньше? То есть, пример. Например, так. Это, не знаю, там, из B в A, из A в C. И, допустим, у нас из C в A, из A, допустим, D. И мы прогнозируем, что вот этот вот рейс, ну, у него распределение задержек будет какое-то такое. И у нас там, соответственно, есть какой-то минимум ground time, который нам нужно, чтобы обслуживать. Но мы уже видим, что вот здесь прогнозируется большая задержка, то есть, скорее всего, вот этот вот рейс, он будет задержан. Ну, вылет его будет задержан из-за того, что вот этот задержался. То есть, мы просто подбираем другой самолет, чтобы он вылетел из этой точки, потому что этот не может из-за того, что его долго обслуживают, да? Из-за того, что он опоздал. Обслуживает его стандартно. Можно ли как-то вот здесь вот поменять вот это вот распределение, чтобы мы меньше задержали рейсов? А, ну, используя то, что у нас есть, да, это как бы какая-то наша оценка на задержку, вот это, допустим, рейс из Б в А. То есть, вот это, например, у нас там самолет 1, ну, или там не флайт, ладно, самолет 2. Можно ли здесь что-то, и это у нас расписание на завтра, можно ли здесь что-то поменять, чтобы у нас уменьшилась задержка? Ну, естественно, тогда мы, ну, первое, что приходит в голову, это когда мы видим, что на этом рейсе у нас величина задержки большая, мы можем просто поменять на тот, ну, то есть, понять, что он приезжает позже, мы просто меняем его вот, допустим, на этот самолет, который вот с меньшим прогнозом задержки. То есть, какое у тебя расписание будет для вот первого самолета? Ну, давай ты там рейс 1, 2, 3, 4. Ну, то есть, я могу просто поменять, а, ну, надо из АВС, чтобы он из АВС полетел. А, ну да, мы можем на самом деле просто, да, переназначить вот этот вот первый, первый рейс, поменять, что, что после него как бы летит, то есть, не второй рейс, а вот, допустим, этот третий, который был раньше, допустим, с меньшей задержкой. Сейчас. Или я неправильно понял? Нет, смотри, ты говоришь, что после первого не второй, а третий. Но третий у нас рейс начинается из С, а второй начинается из А. Он прилетел в А, а, ну просто, смотри, да. Рейс или самолет? Во времени, во времени. Ну, один рейс, один самолет, как бы, да, наверное, такой у нас? Нет, смотри, вот это вот, это называется то, что флитлайн. То есть, вот это вот один самолет, он понимает, что у нас вот этот самолет один, он выполняет первый, второй рейс, самолет два выполняет третий, четвертый. А, я понял. И, допустим, к второму самолету у нас ожидания его задержки меньше, чем к первому. Ну, да. Ну, соответственно, мы, когда прилетает первый самолет Не у второго только самолета, а у третьего рейса Потому что ожидание, ну, время задержки мы прогнозируем на уровне рейсов Окей, да, ну, так как прилетел первый рейс Мы спрогнозируем у него большое число задержки Да, соответственно, но у нас есть, допустим, вот этот вот рейс номер 4, который уже стоит в А Ну, раньше мы думали, что он прилетит в D Но так как мы видим, допустим, это по времени дольше, чем Ну, через больший промежуток времени он должен был стараться в D Мы, соответственно, этот рейс просто меняем со вторым местами То есть вот такого Да, второй летит из А в D, а не в C А как автоматизировать вот эти вот замены? Есть какие-нибудь идеи? Понимаете, что там можно смотреть руками, где он Ну, да, да, это неудобно, учитывая, что будет там тысяча рейсов каких-то Ну, соответственно, мы можем стартировать как-то наши отправления там по этим, по большим задержкам И, ну, то есть, да, нам нужно, наверное, какую-то оптимизационную задачу решить По общей суммарной минимизации задержки Задержки или чего мы будем минимизировать? Ну, задержки отправления в итоге Зачем нам минимизировать задержку? Ну, по этим обозначенным ранее Да, нам надо, да, да, такая задержка или деньги? Я имею в виду деньги, да, да, потери мы, грубо говоря, оптимизируемые И, соответственно, нам, наверное, нужно просто с большим приоритетом брать рейсы, которые там с большей С прогнозируемой задержкой отправляются И такой, скажем так, жадный алгоритм, да, сделать, чтобы он по величине потери подыскивал наиболее подходящего кандидата Соответственно, и перетасовывал рейсы Исходя там из прогнозируемой задержки, там, их менял местами То есть сделать такой список Ну, как это мне видится, да В коде, я думаю, еще Это, конечно, надо будет протестировать, наверное Ну, можно, наверное, на исторических данных каких-то, опять-таки, протестировать Насколько бы изменились потом общие задержки После того, как бы мы решили эту потенциальную задачу Возможно, я уже далеко забегаю Ну, а как бы я тестировал на исторических данных? Да, ну, выходит, я как бы, да, применил вот этот вот мой алгоритм И, соответственно А, ну, у меня не будет истинных Как бы истинных полученных задержек после этого моего применения Потому что у тебя совсем другое расписание, чем случилось в прошлом Тут, наверное, может подойти какой-то АБ-тест по аэропортам В какой-то аэропорте мы запустили Ну, это достаточно сложно, потому что расписание, что оно взаимосвязано А, я понял, да Там самолет летит в один, в один, в другой Связь, да Да, здесь как раз таки поможет вот это вот Monte Carlo simulation Если у нас есть распределение, мы ингенерируем кучу сценариев задержки И смотрим, какие у нас KPI в каждом из сценариев задержки И смотрим, что там средний KPI больше, чем был до в оригинальном расписании, например Да, окей, я просто, наверное, хуже с этим методом знаком Знаю там MCMC, самплирование, когда там последовательность Это, наверное, что-то, то есть маркетская цепь какая-то идет Похожая, да, только без, то есть просто как бы сценарий много И смотрим, какие средние значения наших целевых параметров там Ну да, это интересная задачка Хорошо, тогда, наверное, с кейсом все Твое время задавать вопросы Да, хорошо Ну, как бы, наверное, интересно в целом про Про то, наверное, ты мне рассказал большую часть того, как вы это решали, да? Ну, частично, процент на 20 Интересно просто тогда, если это не идея, то насколько сильно вы помогли этим аэропортам увеличить там свою Ну, авиакомпаниям увеличить какую-то прибыль там или какие-то снизить издержки? Насколько сильно вообще эти методы сыграли? Цифры достаточно сильно, цифры не помню, но, по-моему, на ютюбе есть ролик, где там называются какие-то цифры, которые можно называть Поэтому, чтобы не соврать, не буду ничего говорить Хорошо, да, ладно Ну, я так понял, ты в основном, да, именно на теме авиаперевозок был, да? 50 на 50, то есть где-то до, ну, до ковида как раз, да, авиаперевозки После этого, соответственно, сменился фокус из-за того, что авиакомпаниям стало достаточно тяжело Ну, например, не так много перелетов Когда у тебя не так много перелетов, нет смысла, не так сложно что-то оптимизировать Ну, да, соответственно, с ковидом, да, там Да, поэтому, да, я начал делать как раз проекты, связанные с промо-оптимизацией И анализом промо с точки зрения поставщика, с точки зрения ретейлера Да, окей, а можешь подробнее рассказать, как у вас происходит именно внедрение этих решений в прод? То есть, наверное, вы же не получаете полный доступ к заказчику, то есть к его системе Там какой-то админской штук, чтобы прямо накатывать там модельки в прод Или вам прямо так доверяют, что вы идете и... Нам доверяют, то есть мы получаем доступ, и, естественно, мы не можем ломать прод Но у нас есть возможность, так же, как в этой компании, выкатываются другие модели Дать свою модель, и они ее выкатят Ну, возможно, в том числе даже с большим приоритетом, потому что большая важность проектов обычно Да, то есть делаются модели, в том числе там машин-ленинговые, какие-то оптимизационные Чаще всего упаковываются там докер-контейнеры, делается какой-то... Это бэк делает с API, делается фронт, если что-то простое... А это все прям ваши ребята в команде делают, то есть они ответственны там прям за полную выкатку технологически То есть там нужны не только компетенции в области, там, датсайенс, тому, как правильно валидировать Их модель пробовать, а еще и... Да, у нас в гамме есть несколько отделов, они называются буквами Гамма-Си, это как раз больше, наверное, гамма-консалтант Есть гамма-Экс, это больше там софт-вей, а дата-инженеры, которые мы имеют и API сделать Есть дополнительные люди, которые делают UI, там, либо простой UI с помощью табло, ну, почти как Power BI, по-моему, в Сбере Ну, в Сбере очень такой запарк огромный Очень много что, скорее всего, да Это если что-то простенькое, там, как даже борды сделать, например, который рассчитывается на основе исторического анализа Если что-то сложнее, где юзер должен что-то вводить, смотреть, кликать, то уже там полноценный фронт на, не знаю, сейчас на React, например, делаем До этого, там, для авиалиний на Angular'е делали Вот, и, соответственно, мы делаем интуинт Интуинт у вас, по-моему, да, да, да И это все также с помощью команды клиента Там сначала начинаем сами, потом периодически люди со стороны клиента добавляются Это помогает и потом отдать им просто продукт И, там, клиент, например, издержки меньше, если мы скажем, что, окей, давайте нам вашего более дешевого фронт-эн-девелопера или там нескольких Понятно Ну, окей, да, интересно, наверное По большей части выходит международный проект именно, да, у Гаммы, а не некоторые в России? Зависит, то есть здесь и от отрасли Есть, например, какая-то металлургия, то есть ресурсные, да, это Россия Но, на самом деле, ресурсные там и в Африку летали И сейчас, по-моему, тоже с Африкой удаленно проект есть И, там, не знаю, Азия То есть здесь, понятное дело, что на российские проекты тяжелее найти людей за рубежом, потому что есть языковой барьер Но туда попасть тоже А я так понимаю, вот этот кейс такой, это именно какой-то пример того, что вы можете уже кандидатов спросить, когда они к вам приходят То, что мы можем на YouTube выложить, да То, что я спрашиваю кандидатов, естественно, я здесь не спрашиваю По крайней мере, с точки зрения кейса Думаю, будет интересно тем, кто пробуется к вам А расскажи тогда в целом, какие у вас там этапы отбора, сколько сложно к вам попасть Я не знаю, может где-то Этап очень верхнеуровневый, потому что все меняется Я за этим сейчас не очень сильно слежу Это больше лучше, наверное, HR спрашивать Сначала идет тест Это на 2 часа кодинг-тест Он онлайн, по-моему, код-челлендж или какой-то такой сайт Там проверяется основной питон, ну, либо другой язык, желательно питон Возможность манипулирования данными, построение моделей, оценки моделей Какие-то там вопросы с выбором ответа на статистику, например И какие-то там open questions, посмотреть, какой-то задачевый человек подошел, чтобы он делал, что может быть причины Этот тест оценивается человеком То есть там могут, ну, если даже где-то опечатка, там может быть не так страшно Потому что человек проверяет, смотрит, если логика правильная, то все хорошо После этого несколько, либо одно, там, в зависимости от ситуации Технических интервью, типа того, что у нас с тобой было Где уже проверяется не только технические знания, в отличие от этого кодинг-теста Но и там что-то бизнесовое, можно и про там software engineering То есть какой-то UML-дизайн может присутствовать, то есть как-то Вмедрить это или скорее не к вам Зависит от опыта человека Зависит от опыта человека То есть если у человека большой опыт в внедрении модели, конечно, можно спросить Это тоже как нам полезно У нас, так как у нас команды небольшие, часто приходится все делать самому Вот, и здесь, соответственно, немного и operation research можно спросить Потому что, например, мой background, он был чисто operation research И вот я этим занимался Там стримы с предсказанием, прогнозируем, там другие люди делали Вот, после этого идет, в том числе будет одно классическое интервью То есть просто консультантское интервью И дальше еще, по-моему, тоже несколько интервью уже такие Более senior как гамма Там тоже на смеси между business sense и технических навыков Ну, то есть там могут быть какие-то уже руководства более младшими коллегами, да? Ну, это зависит от должности Более senior должности, наверное, подразумевают, что... Ну, более senior, да, то есть, но... Не знаю, то есть они будут похожи скорее на что-то типа того, что у нас было с каким-то кейсом Только более верхнеуровневый бизнесовый кейс Не понял Ну, одним словом... То есть меньше технических деталей, скажем так Да, я так понял, что вы... Ну, как... Такой миф, наверное, был раньше про консалтинговые фирмы Что там в основном весь этот... Разработка там в Excel-ах там идет, что... Типа, да, клиенту какую-то стоит регрессию кидает То есть такого нет у вас уже более... Ну, уже нет, да, и кроме Excel... И даже в обычных консультантов кроме Excel-а пришел уже на смену Alterix Там Tableau для анализа данных, то есть они уже вполне могут большие объемы данных То есть не одним PowerPoint-ом и Excel-ом Да, 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 и некоторые консультанты отлично напишут SQL-запросы И какой-то скриптик на Python могут сделать, что мы сами проанализировать данные Можно им отдать какой-нибудь Jupyter ноутбук, подключенный к базе данных И они уже сами играются, смотрят, какие-то выгрузки нужные себе делают Ну, хорошо, да, что все там... Либо дать там, не знаю, Insomni, либо Postman, чтобы они сами API напрямую запрашивали Пока у нас фронт не реализован Ну, короче, все живут в 21-м Excel-ом Да, да, ну, приходится Так, фидбэк Фидбэк Наверное, у нас было две части Одна более такая софтовая — это рассказ, и вторая — это кейс Про софтовую — мне кажется, тебе стоит чуть поработать над вот этой вот фид-частью Например, там, рассказ о себе То, что ты проходишь какие-то еще курсы, где-то учишься Мы узнали там больше ближе к концу Да, на самом деле, переволвался перед камерой Забыл сразу сказать Обычно, да, я это говорю Да, то есть как-то более... чуть более полная история Чтобы была там, что ты вот учился, работал Сейчас там сам... тем более, это очень классно, потому что ты сам обучаешься Там ходишь, в том числе, не только через интернет, но и специализированные курсы Потому что, как бы не были хорошие онлайн-курсы Все равно, когда есть какой-то учитель, ментор, которого можно спросить Это всегда помогает и ускориться, и где-то не сделать свою ошибку Которую ты потом будешь повторять Вот Также, наверное, про опыт работы Про проект в Сбербанке То есть, возможно, как-то стоит переструктурировать рассказ Потому что я не сразу понял, в чем твоя роль Что там есть какая-то модель Я начал с более глобальной... Да, то есть здесь, ну, либо глобальной как-то там это... Лучше артикулировать То есть здесь вот я чуть-чуть запутался, поэтому там тоже спрашивал Наверное, про фид-части это все Так, в принципе, хорошо рассказал, это интересный проект Про сам кейс Особо, на самом деле, замечаний нету Ну, понятное дело, да, что чуть пришлось там помогать где-то Ну, да, да, подсказки, конечно Сразу я, например, вот бы про это, наверное Про вот этот вот момент с тем, что переносить рейс, наверное, мне бы в голову так Ну, да, то есть где-то подсказки, но, как мне кажется, больших проблем не было С технической частью тоже там спросили Вот Да, на самом деле про кейс, наверное, таких больших комментариев не будет Там какие-то майнер-моменты Окей, спасибо Ну, на самом деле для меня было довольно такой Ну, новым опытом, вот именно такой бизнес-кейс в привязке к какой-то там области Я как-то сначала вообще, когда шел сюда, думал, будет что-то именно вот такое про внедрение Про то, как это чувствует себя там в какой-то, может быть, системе большой Но, да, надо было сделать в голове такую поправку на то, что в BCG как раз-таки больше с такими, наверное, клиентами в реальном мире больше, а там они в интернет, да? Работают с индустрией каких-то? Ну, наверное, да Нет, оно зависит, наверное, в том числе и от рынков Возможно, здесь то, что там люди, вернее, компании, которые уже там большие сами в интернете У них уже какая-то аналитика есть своя Ну, да, да, да И там уже настроено Им либо меньше надо, либо им надо другое Да, ну, по сути, скажем так, в интернете легче собирать данные там о всех, чем в каких-то таких ритейлерах Да, да, там ритейлер, авиакомпании тоже там есть, скажем так, легче систем достаточно много Есть свои нюансы Ну, окей, наверное Спасибо Так интервью подошло к концу Хотите принять участие в следующем эпизоде? Пишите на почту youtube.sobako-plusibilita.pro с пометкой «Нанято участник» Поставьте лайк, пожалуйста И до встречи по ту или по эту сторону ящика Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому